Я попробую включить звуковое вступление, но, по-моему, звук очень тихий, и поэтому, что получится из этого дела, я не знаю. Значит, если получится что-нибудь хорошо, не получится, значит, обойдёмся без. Так, не сюда, значит, вот здесь, наверное, надо. А почему? Не понял. Я предлагаю вам ознакомиться с моими работами, созданию которых я посвятил более 50 лет жизни. Мною написано более 30 монографий, книг и брошюр, а также некоторое количество статей по четырём направлениям. Авиационное бортовое оборудование, прихладная философия, теоретическая физика, системная социология. Все эти работы объединяет системный подход материалистической методологии и прихладная направленность. Что толку от самой замечательной теории, если она не даёт прихладникам путей для решения стоящих перед ними задач? В этом плане мой подход к решению проблем отличается от принятого в некоторых современных науках, в которых факты объясняются на основе вольных постулатов или принципов, как будто постулаты или принципы вообще чего-то могут объяснить, и которые всякие свои неувязки относят за счёт парадоксов. Пора понять, что природа как-то обходится без постулатов и принципов, и в ней нет никаких парадоксов. Участвуя в проектировании авиационно-бортового оборудования, я и мои товарищи обнаружили, что мы не можем эффективно решать свои задачи, не решив предварительно целый ряд проблем, носящих общебортовой характер. Мы в буквальном смысле ощутили на себе положение, что кто берётся за частные вопросы, без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя натыкаться на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае, значит обрекать свою политику на худшее шатание и беспрецепность. Это сказал Владимир Ильич Ленин, и это так и есть на самом деле. Но и при решении общих вопросов необходимо выделить в них те моменты, которые лежат в их основе. А это можно сделать только, когда мы просматриваем проблему в её возникновении, становлении и развитии. Но когда мы специально занялись этими вопросами применительно к авиационному борту и решили их, то есть занялись тем, что сегодня называется на Западе философия авионики, то и с частными проблемами дела пошли значительно легче и веселее. Аппаратура стала взаимозаменяемой, конструктивно удобной, проводов стало значительно меньше в сотни раз. Сроки отработки значительно сократились, а проблем с сопряжением блоков друг с другом вообще не стало. А ведь относительно недавно это были главные проблемы в авиационном оборудовании. Так же оказалось и в других направлениях. Сегодня, к сожалению, во многих областях науки не только не решены общие вопросы, но такая проблематика даже не ставится. Это относится и к физике, от которой зависит всё естество знания, и к социологии, от недостатков которых все мы страдаем, и к философии, которая должна давать всем общие подходы и общие методы решения проблем. Возьмите философию. Отношение к ней большинства людей по меньшей мере скептическое. Они не понимают, зачем она вообще нужна. А ведь история почему-то сохранила имена великих философов. За что-то же их запомнили. Значит, что-то они сделали полезное. Но сегодняшние философы не занимаются развитием философии, не создают общей методологии, не дают нам советов, как поступать при решении общих проблем, а толдычат о заслугах великих предков. Но ведь время ушло. Возникли новые проблемы, и нам нужно ориентироваться в сегодняшней ситуации, а не в ситуации Древней Греции. Отсюда сегодня и отношение к философии, как к науке, бесполезной и поэтому не нужной. Но хуже всего обстоит дело с физикой. Она давно, ещё с конца 19 века, стала своеобразной областью математики, жонглирующей одними и теми же исходными уравнениями, так называемыми хорошо установленными закономерностями и законами, основанными на постулатах, вытекающих из прозрения, как бы, великих учёных. Современные физики и теоретики – это вовсе не физики. Они не интересуются причинами структур и явлений, а пытаются из одних и тех же исходных формул высосать новое следствие. Но высосать из математического пальца новые сведения нельзя в принципе, ибо математика – это мельница, которая может дать только то, что в неё заложено вначале, и не более того. Однако ведущие физики и теоретики крайне отрицательно относятся к самой попытке реально разобраться в устройстве природных явлений, и даже создали для этого комиссию по лженауке во главе с Кругликовым, Сибирское отделение Академии наук, и Гинсбургом Академии наук Российской Федерации. То же самое происходит и в общественных науках. Вместо изучения объективных законов развития общества наши многочисленные социологи и экономисты принимают сиюминутные решения, никак не учитывая, к чему они приведут в дальнейшем, а потом удивляются. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Сегодня и естествознание, и общественные науки испытывают большие трудности. Можно утверждать даже, что они находятся в кризисном состоянии. Это, конечно, связано с исчерпанием идей, которыми они живут уже более ста лет. Но время идет, ситуация меняется, а так называемые ученые, в кавычках, по-прежнему провозглашают одни и те же избитые истины, в кавычках, которые правильны лишь частично и которые вообще не учитывают новых обстоятельств. Но большим ученым не до этого. И поэтому за дело приходится браться нам, прикладникам, в первую очередь технарям, рабочему классу науки. Ибо если не мы, то кто? И если не сейчас, то когда? Вот поэтому я, один из таких технарей, и предлагаю вам ознакомиться с приведенными в этом диске работами. И если они вам покажутся интересными, то было бы неплохо ознакомиться с ними и других заинтересованных лиц. Может быть, и им это дело пригодится. Спасибо. Так. Это пока все здесь. Значит, речь идет вот об этом диске. Это было выступление мое года два назад. С тех пор немножко все подросло. Вот появился, в частности, вот такой пятитомник по эфиродинамике. Назван скромно. Начало эфиродинамического естественного знания. А на этом диске вообще все работы, которые были, по четырем направлениям, о которых здесь упоминалось. Здесь 61 книга, 62 книги и 41 статья. Так что желающие могут познакомиться. Теперь основной текст. Кризис естествознания и канон физической революции. В настоящее время естествознание испытывает кризис. Это проявляется в непонимании физической сущности основных физических категорий, в превалировании математики над физикой и здравым смыслом, в методологии построения теорий на постулатах, принципах и аксиомах. Физика стала идеалистичной, что и привело ее и все естествознание к кризису. Реальный же выход состоит в восстановлении материалистической методологии на базе представлений о газоподобном эфире, являющемся строительным материалом для всех видов вещества и полей. В настоящее время кризис проявляется в том, что полное непонимание физической сущности сути фундаментальных физических понятий, таких как электрический заряд, электрические магнитные поля, гравитационное поле, суть фундаментальных взаимодействий сильного и слабого дядерных, электромагнитного и гравитационных, хотя все они широко используются в современных технологиях. Новых открытий признанных официальной наукой становится все меньше. Даже Нобелевские премии выдаются либо за новые технологии, либо за давнее исследование. Все более открываются явления, которые не находят физического объявления в рамках существующей физической теории. Например, изменение скорости радиоактивного распада от скорости вращения твердых ижеклетел, размещенных по соседству, корреляции явлений разной физической природы, находящие на значительном ударении друг от друга, экспериментальное обнаружение скоростей, превышающей скорость света, а также некоторых других. В то же время, во всех естественно-научных направлениях накапливаются противоречия между установившимися понятиями, подкрепленными монографиями и учебниками, и фактическим состоянием дел. Так называемые космологические парадоксы, гравитационно-термодинамические и фотометрические, открытые еще в середине 19-го столетия, до сих пор не нашли удовлетворительного объяснения. В астрономии не находят объяснения противоречия Солнечной системы. Основная масса системы находится в Солнце, основной орбитальный момент в планетах. Энергетика Солнца должна быть давно исчерпана, а она не исчерпывается. У комет имеются не только задние хвосты, но и передние. И само наличие сотен миллиардов комет только в Солнечной системе не находит объяснения. В электротехнике обнаружены многочисленные парадоксы. Например, энергетика магнитного поля одного метра одиночного провода при любом значении тока бесконечно велика. Понятие векторного потенциала вообще не нашло физического смысла. Понятие взаимоиндукции проводников отсутствует, хотя взаимоиндукции контуров имеются. А произведенные по теоретическим формулам расчеты в ряде случаев не совпадают с практическими результатами в несколько раз. В геологии представление о стационарности Земли как планеты не подтверждено. Наоборот, установлено, что Земля расширяется, но откуда берется накапливающая масса, не установлено. И так далее. Со временной теоретической физики уже много лет наблюдается явное превалирование математики над физическими моделями и даже физическим смыслом. Квадовая механика дала неплохие методы расчета атомов, но они не имеют под собой физического смысла. Как, например, понимать, что волновая функция отражает плотность вероятности появления электроны в точке пространства, что все это носит вероятности, а не причинный характер? Считается даже, что то, что утверждает физическая теория, вообще представить нельзя. Как, например, можно представить модель искривленного пространства или замедления времени? Каков механизм производства массы из энергии, считающихся эквивалентными? Известно, что внутри атома нет никакой среды. Правда, есть электрическое поле, но что это такое и какова его структура, неизвестно. Орбита электрона в атоме устойчива тогда, когда электрон, обогнув ядро, приходит в ту же точку с той же фазой. Но и для этого что-то эту фазу должно запомнить, а это нет. Данный перечень можно продолжать далеко. Физика вообще перестала интересоваться физической сущностью явлений. С вашего разрешения я напомню, что слово физика означает природа. Это Аристотель еще, так сказать, предложил нам. Результатом является наращивание количественных характеристик без понимания того, к чему это может привести. Характерным примером является построение коллайдеров, в которых заложен механизм положительной обратной связи, наращивание массы искусственной черной дыры, способной со временем разнести землю. Тут интересно. Сейчас уже по телевизору начинается отказ от того, что они предсказали черную дыру. Но совсем недавно, еще там несколько месяцев тому назад, сообщали о том, что они предполагают создавать черную дыру раз в секунду. Но ничего страшного, потому что черная дыра рассасывается через 10 секунд. Понимаете, как я стараю? Получается так, что за 10 секунд мы гарантированно получим уже рассасываются 9 черных дыр. Понимаете? Ну вот, значит, а чего приведет там система с положительной обратной связи? Черная дыра забирает окружающий, так сказать, материал, то, что ее окружает, усиливается за этот счет, поэтому дальше она наращивается быстрее и так далее. Куда она под... День из этой черной дыра ее можно создать, но нельзя найти потом. И до тех, пока есть запасы, чего поглощать. А дальше, так сказать, прогнозируется. Я, кстати сказать, послал 11 писем в самые высокие инстанции, в ООН, в ЮНЕСКО, там всем конфессиям, там и так далее. Включая, конечно, наше родное руководство. Ни ответа, ни привета ни разу. Устроили диспут со мной, правда, в магазине «Глобус». Там прислали молодого парня, еще там несколько человек. И мы дискутировали на эту тему, разнесет в землю этот черный дырай и разнесет в то время. Значит, аргументы связались к тому, что вы посмотрите, какое сложное и интересное сооружение. Ну, как же можно без него? А в этом самом сложном выступлении директора ОИЯИ, объединенного института ярдинга-исследований, в присутствии академика Гури Ивановича. Значит, как его имя? Морчука. Морчука. Он сидел, вот такой толстенький день, вот так, да, да, да. А этот самый ему говорил, значит, что мы же не можем отставать от прогресса. У нас впротвено 22-х километров, так сказать, коллайда. А в Окруженивы 27 километров, но это же безобразие. А в России надо построить больше. Поэтому мы начинаем строительство. По-моему, то ли иначе, то ли спроектировали. Не знаю. 45-километрового коллайдера, но линейного, который пойдет от Дугны на северо-восток в линейном теле. Наше богатое государство, так сказать, не устает зарывать в землю свои миллиарды. Так. Все это следствие укоренившейся в теоретической физике и идеалистичной методологии, основанной на постулатах, принципах и активах. Что такое постулат? В третьем издании Большой Советской энциклопедии сказано, не жалея доводов, призванных убедить в разумности, правомерности, предлагаемых нами постулатов, мы в конечном счете просто требуем этого принятия. И это наука. Несмотря на то, что физики-теоретики всячески избегают признавать, что они следуют каким-либо философским установкам, на самом деле такие установки существуют и даже сформулированы в работах некоторых авторитетных ученых, таких как Эйнштейн, Гейзенберг, Бор, а также и некоторые другие, значит, других, откуда затем в том или ином виде эти установки разошлись по работам других ведущих ученых, в том числе и философов, а главное, они являются фактическим руководством к действию практически во всех теоретических исследованиях. В отличие от классической физики, стремящейся установить объективные законы природы, теоретическая физика 20-го столетия поставила своей целью установление связи между так называемыми наблюдаемыми величинами. За истину следует принимать положение истинное в принятой системе рассуждений, потому что для простоты выявления истинности того или иного положения следует почитать ту систему рассуждений, сколько, теории, в которой принято наименьшее количество исходных положений постулата в аксиуме. Цель теоретической физики, цитата, состоит в том, чтобы создать систему понятий, основанную на возможном меньшем числе логически независимых гипотез, который позволил бы установить причинную взаимосвязь всего комплекса физических процессов. Кто? Эйнштейн. Наука стремится понять связи между данными чувственного восприятия, то есть создать такую логическую конструкцию из понятий, в которую такие связи будут входить в качестве логических следствий. Выбор понятий и правил построения всей конструкции свободен. Обоснованием выбора являются лишь результаты. Это означает, что выбор должен приводить в правильном соотношении между данными чувственного опыта он же. В настоящее время известно, что наука не может вырасти на основе одного только опыта, и что при построении науки мы вынуждены прибегнуть к свободно создаваемым понятиям, пригодность которых можно в апостериоре проверить опытным путем. Мы не задаем более вопроса о бычности какой-либо теории, а спрашиваем лишь, насколько полезна теория и какие результаты можно получить с ее помощью. Поскольку любое теоретическое исследование носит умозрительный характер, квантовая механика видит свою главную цель в достижении результатов с помощью механизма теоретической физики. Ради этой цели квантовая механика охотно жертвует даже принципом строгой причинности. Он же. физика представляет собой развивающуюся логическую систему мышления, основой которой можно получить не выделением их какие-либо индуктивными методами, а свободным вымыслом он же. Эти положения подтверждаются физиками и философами сегодня. Не исходить из абсолютности, а исходить из того, что вот в этой системе рассуждений вот это положение истины. Потому-то и потому-то это кто? Это степень вопроса философии номер 4 за 2004 год. Таким образом, практика, то есть соответствие природе, как критерий истины отодвигается на второй план, как нечто необязательное, хотя, конечно, соответствующие опыты рекомендуется рассматривать как аргумент в пользу теории. Высшей же целью теоретической физики провозглашается создание ТВО теории великого объединения. То есть системы математических уравнений, позволяющих единым образом описать все хорошо установленные четыре фундаментальных взаимодействия сильные и слабоядерные, электромагнитные и гравитационные. Физика восторжествовал принцип ненаглядности, согласно которому представить себе в наглядной форме структуру материального образования или механизм процесса, то есть построить их наглядные модели принципиально невозможно, но главное и не нужно. То есть мы не можем представить себе то, что они говорят. Создана даже очень интересная идея, заключающаяся в том, что раз вы не понимаете то, что утверждают физики, значит, вы просто не доросли до этого. ну что с вами дураками разговаривать. Вы просто не можете это понять отрождением. И вообще теория и некоторые другие теории понимают только очень избранные и очень так сказать гениальные люди. То есть принципиально. А что со студентами разговаривать с ними? Вообще с сигнерями какие-либо. Так. Физики сформулированы да, значит, этот вопрос правда продолжает дискутироваться, но предпочтение явно отдается именно из ложной точки зрения. В физике сформулированы два противоположных подхода. Одна часть специалистов считает, что задача теоретической физики состоит в том, чтобы тем или иным путем вернуться к наглядному описанию. Другая часть, что надо в принципе отказаться от каких-либо аналогий с макрореальностью, отказаться от наглядности и интуитивных понятных моделей. Известно, что официальная точка зрения склоняется ко второй позиции. Требование наглядности физической модели стало считаться дурным тоном. С некоторых пор вопрос, что движется, применительно, скажем, к уравнению Максвелла, описывающая изменение электрического магнитного поля, не говоря уже о волновой функции, описывающей состояние квадровых систем, рассматривается как свидетельство непрофессионала. непрофессионализм. Кто? Сейчас скажу. Урубашкин, Лохуда, антология от натурфилософии к научным мировоззрению. Вопрос философии номер один, 2005 год. Поставленная цель определила средства для ее достижения. Это первое, допустимость произвола в выборе исходных физических инвариантов. Основа физики должна быть свободно изобретена, как говорил Нейштейн. Постулирование исходных положений при создании теории. Постулирование. Первичность математического описания по отношению к физическому содержанию. Я написал в материном и перфитизме, ссылаясь на Рея, Альберта, по-моему, или Альберта, Рея, французского математика, который был обеспокоен именно завоеванием физики духом математики. Мы и сегодня слышали о том, что из этого уравнения следует то-то, что положено в основу уравнения не обосновывается. Понимаете? Положено то-то, значит, природа устроена так. Понимаете? Совершенно элементарно делается, что, значит, движение преобразуется в массу. Сегодня мы это слышали, что движение преобразуется в массу, так сказать, с нуля. с ничего. Вот нет движения, нет массы. Появилось движение, ну вот тогда появилась масса. Это старое направление энергетизма. Так, значит, абсолютизация полученных из опытов отношений между наблюдаемыми явлениями. Провели эксперимент, положили какое-то соотношение, значит, и дальше его начинают распространять всюду, везде, и как угодно. Потом понимаете. Так, представление явления как результата пространственно-временных искажений. Значит, здесь я должен немножко остановиться. Смысл такой. У нас все зависит, значит, вот здесь функция. Так, пишет вот здесь у равен функции первая от икса. Вот здесь у второй функция вторая функция вторая от икса. И так далее. Ну, казалось бы, можно поменять аргументы и эти самые функции местами. Ну, понимаете, от переменной места сумма не меняется. Ну, представьте себе такое дело. Дверь закрыта на замок. И мы производим первое действие. Открываем замок, второе действие открываем дверь. Ну, давайте поменяем местами эти два события. Первое, откроем дверь при замке на замке, а потом откроем замок. Понимаете? Есть такая старая история. Учитель спросил мальчика Вася, Вася, сколько будет 4 разделить на 2? Вася говорит, а что делить-то будем? Она говорит, ну, как эти миры же, что делить? Ну, яблоки. А с кем делить будем? Ну, с Петей, с Петей. Три яблока, мне одно ему. Она говорит, почему? А он мне одно яблоко должен, пускай отдает. Ну, давайте делить сливы. А, сливы? Сливы же кислые. Все, четыре сливы ему. Я их не ем. Понимаете, какая история? Я как-то не полетелся, насчитал семь положений, которые должна соответствовать обыкновенная арифметика, чтобы с ней можно было работать. Но меня поправили, их не 7, а 24. Правда, там 1 от Y, то теперь вот этот общий аргумент, который есть у всех, мы делаем зависимым от частного физического явления. И теперь от этого частного явления будут зависеть все явления вообще. Что и произошло со скоростью света. Понимаете? И он начнет пихать курорт. И Шейнерский интервал вот этот S в квадрат там равно там и так далее. Вот здесь стоит и CT значит в квадрате. Совершенно произвольно замкнули сюда и теперь все зависит от скорости света. Понимаете? И если вы не привели вам с путь, значит в этом засомневались, понимаете, вам двойку поставят, на второй год оставят, а еще лучше выглядит система Академии Наук. Таких случаев было море. Теперь сидят они все поджав хвост. Так. А далее не в состоянии в соответствии с подобными методологии разобраться в физической сущности наблюдаемых явлений ученые теоретики называли силовые поля взаимодействия особым видом материи. А вакуум, который оказался не пустотой, а высокоэнергетической субстанцией обозвали физическим вакуумом, тем самым закамуфлировав проблему и по-прежнему настаивая на том, что в мировом пространстве эфир, как физическая среда, не существует, принципиально лишив себя самой возможности проблемы. Созданные до начала XX века фундаментальные основы физики, классическая механика, механика сплошных средств, термодинамика, статистическая физика, электродинамика обладали преемственностью, оперировали физическими модельными представлениями, предполагали наличие причинно-следственных связей между телами и явлениями, рассматривали процессы как следствие внутренних движений материи, подразумевали евклидовое пространство, равномерное течение времени, неосознаваемость и неуничтожимость материи и энергии, причем энергия рассматривалась как меры движения материи. Эти теории являются результатом выводов из накопленного ее созданием опыта. Математика в классической теории подчинялась физике и являлась ее полезным дополнением. Созданная же в XX веке теоретическая физика, имеющая в своей основе специальную теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику, основана не на обобщении опытных данных, а на постулатах, в связи с которых соответствует лишь отдельным опытным данным. Я выпустил книгу «Материализм и релятивизм», посвященную первой редакции восьмидесятилетию со дня выпуска книги Ленина «Материализм и перекритицизм». 10 лет спустя повторил к 90-летию и сейчас в 2009 году выпустил к 100-летию и там не поленился собрать постулаты, которые лежат на поверхности. Постулат показался несвязанным друг с другом 27 или 29, что-то такое. Но это поверхностный взгляд, потому что на самом деле их несколько десятков. Каждый ничем не связан. Я слушал в институте Штерберга очень интересную лекцию на тему о том, что вы знаете вот четырехмерное пространство всем известно, но это как-то скучно. Давайте считать, что оно пятимерное. И вот будет пятимерный гравитон, я потом написал филитон на эту тему, он был опубликован в экономической газете. Там послышали? У меня горло что-то слава богу. Ну ладно, пожалуйста, вам же хуже. Значит, это самое пятимерный гравитон. Понимаете какая штука? Сидит 12 человек, я 13, потому что случайно туда залетел, но с интересом послушал. Вот эти уровни говорят, тот и этот уровень, сидит один седовластый такой ученый-муж, да, все правильно, очень хорошо, очень интересно, и остальные внимают и записывают. Что это такое? Чем вообще занимаемся? так. Эти теории не обладают приемлемой с теориями классической физики, отказываются от физических моделей представлений и от причинно-следственных связей. Процессы микромира рассматриваются не как следствие скрытых форм движения материи, а как некие вероятностные процессы, не имеющие физических причин. Эти теории предполагают неевклядность пространства и неравномерность в течение времени. Энергия в современной физической теории эквивалентна материя. Математика превалирует над физикой, физика оказывается подчиненной абстрактной математике. Сталкиваясь со всем нарастающим количеством непонятных явлений и испытывая со стороны прикладников давление, физики-теоретики и философы-естестики все более скатываются на путь богоискательства, считая правильным объединить науку и религию, что церковь всячески приветствуется. С прискорием приходится констатировать, что это методологическое направление в какой-то степени затронуло и новое направление физики, включая в какой-то степени наш конгресс. В одном из докладов на конференции это Маленков, сын известного Маленкова, в статье о новой спирали развития естестводнания на конференции посвященные аномальным явлениям, исследования которых официальной наукой не ведутся и они отданы на откуп общественным академиям, приведен эпиграф со словами известного философа средневековья Фомы Акминского «Истинное знание не может противоречить вере, потому что вера истина». Всем понятно? И далее, если принять положение об информационной первооснове информационной основы первоосновы мировой среды, то снимется непримиримость противоречия между религиозными взглядами на мир, в основе которых лежит основополагающая идея о Боге, творце и вседержателе мира и о бессмертии души и естественной научной картине, согласно которой мир живет и раздевается по присущей материи законам без вмешательства духовного начала мира. То есть надо объединить. Я лично присутствовал на двух конгрессах проводимых это правда было уже лет пять-шесть тому назад или побольше даже проводимых институтом МВТУ имени Бауна, где присутствовали такие иерархии церковные, сделавшие доклад очень, я бы сказал, грамотно, ну, понимаете, обоснованно там и все такое, о том, что слава тебе Господи, наконец, понимаете, значит, наука пришла к тому, что надо объединиться с религией. И мы иерархии всячески это дело приветствуем. В МВТУ имени Бауна, а когда я там в делодокладе заикнулся на русском языке о теории относительности, а секцию вел какой-то англичанин, он, не зная русского языка, мгновенно меня понял и начал гнать физически с трибуны. это вон судьба Бауна. Но меня выгнать не так просто, это другой вопрос. Ну вот. Важно осознать, что развитие науки в рамках атеистической парадигмы по всем основным направлениям зашло в очевидный тупик. Таким образом, естествознание получает новую, а на самом деле старую средневековую ориентацию на единение науки и религии, как говорится, дофилософствовались. Но можно еще в самом деле на материалистическом направлении ничего сделать нельзя. Оказывается, можно. Нужно только от всем известных общих категорий, так называемых общих физических инвариантов материи, пространства, времени и их совокупности движения последовательно двигаться вглубь материи, ничего не выдумывая и не постулируя. И все получилось. Таким же путем всегда совершались прошлые физические революции. От природы в целом Фалец-Смелецкий 6 век до нашей эры к субстанциям земля-тьверть, вода-жидкость, воздух-газ, огонь-энергия Аристотель 4 век до нашей эры. Далее к веществам Парацельс 16 век, далее к молекулам Ломоносов 18 век, далее к атомам Дальтон 19 век, далее к элементарным частицам резерву 20 век. Каждое последующее материальное образование было частью предыдущего. Их совокупность строительным материалом сейчас настала необходимость введения следующих за элементарными частицами строительных кирпичиков амеров, совокупность которых составит эфир, мировую среду, из которой состоят элементарные частицы вещества, движение которых составит основу всех видов фундаментальных взаимодействий. Это и будет очередная шестая по счету за всю историю естествознания физическая революция. Сегодня установлено, что эфир есть газ, обладающий всеми параметрами обычного реально выжимаемого газа. На этой основе построена материалистическая теория мироздания, модель основных элементарных частиц, всех видов взаимодействий, уточнены уравнения гравитации и электродинамики, решены космологические парадоксы, и все это в рамках гевклидового пространства и несоздаваемых и не уничтожаемых материи и количества движения. Объяснены ряд явлений, до настоящего времени не получивших разумного объяснения и разработаны ряд технологий, некоторые из которых проверены. Поскольку эфир является строительным материалом для всех видов вещества и все физические поля представляют собой те или иные виды движения эфира, не может быть ни одного физического явления, которое нельзя было бы промоделировать на эфиродинамической основе и это открывает для исследователей самых различных направлений и большие возможности. Эфиродинамика исторически предопределена и несомненно явится основой будущего естественного. Методология сейчас новой эфиродинамики. Основная цель науки — вскрытие внутреннего механизма явлений, причинно-следственных связей, детерминизма. взаимодействия между элементами могут происходить только через непосредственные соприкосновения в общей точке пространства, отвергается принцип дальнодействия. Движение и его неразрывные составляющие материи и пространство и время являются общими физическими инвариантами и обладают свойствами наличия во всех структурах и явлениях, первичностью, сохранением при любых преобразованиях, беспредельной делимостью, аддитивностью, линейностью, неограниченностью. Это означает евклидовость реального физического пространства, равномерность и однонаправленность времени, вечность и неуничтожимость материи. На всех уровнях организации материи в макромире и микромире действуют одни и те же физические законы. Структурная организация материи простирается бесконечно вглубь и вверх по иерархическим уровням. Основные положения эфирогиданки мировое пространство заполнено материальной средой, обладающей свойствами реального газа эфиром. Эфир является строительным материалом для всех видов вещественных образований от элементарных частиц и кончаясь звездами и галактиками. Физические поля представляют собой различные формы движения эфира. Элемент эфира Амер обладает единственной формой движения, равномерно поступательных движений в пространстве. Единственным видом движения газа, обеспечивающим локализацию сбора и удержания газа повышенной плотности пространства является замкнутое вращательное движение. Второе протон винтовой тороидальный вихрь эфира нейтрон такой же вихрь, но окруженный дополнительным пограничным слоем гасящего кольцевое движение. наверное, все это зачитывать смысла нет или дочитать не обязательно, потому что здесь еще минут на пять. Так, решаем. Кто за то, чтобы дочитать до конца? Так, кто против? Ну, хоть и оставим воздержать, тогда начинаем. Так, магнитное поле, тороидальный поток эфира, создаваемый винтовым тороидальным вихрем в окружающем это вихрь эфири. Электрическое поле, кольцевое движение эфира в окрестностях того же вихря. Полярность электрического поля есть ориентация кольцевого движения эфира относительно тороидального. Ну и так далее. Заряд определяется как произведение циркуляции кольцевого движения среды на площади поверхных тороидов. Но я все-таки буду пропускать. Атомные ядра можно рассматривать как совокупность только нуклонных протонов и нейтронов, соединяющихся через пограничные слоя. Дети должны дать пояснение. Я не поленился, проанализировал таблицу Менделеева. Если помните, там дробные числа у каждого элемента. Оказывается, это отражает собой изотопный состав этих элементов на земле. Но на каждый элемент число точно равно целому. Это означает, что там никаких глюонов, там понимаете этих мизонов, ну в театрах нет. Значит, что мы делаем, когда исследуем, как там оно устроено? Разгоняем пошибче, стукнем покрепче и смотрим, что посыпалось. Есть такая перета принцесса цирка, в которой две дамы колотили посуду, кто больше? Но они не утверждали, что посуда состояла из осколков. А эти утверждают. Понимаете, конечно, вот потом Хихса нашли, наконец, слава Богу. Обидно, что все верят в это. Ну, верят, положим, не все. Вот, я, например, исключение. Мало чего, понимаете, физика политизирована. Понимаете, извините, зачем построен коллайдер? Папаша лет. Сынок спрашивает папу купца. Папа, чем мы занимаемся? Покупаем, продаем, продаем, покупаем. Он говорит, сынок, видишь, на бочке лежит кусок сала. Подай его мне. Сын взял шмат сала, отдает отцу, тот не взял, говорит, положи на место. Ну, понял, чем мы занимаемся? Не понял. А руки у тебя в чем? Руки-то в сале, и чтобы руки были хорошо встали, нужен кусок большой. Вот чем занимаются наши физики. Я получил письмо на подпись. Здесь в докладе этого нет. Письмо мне пришла Оргкомитет ученых российских, которые 180 штук этих ученых, и список их прислали, весь. Значит, в котором, значит, российские ученые, живущие за рубежом, крайне обеспокоены состоянием науки и они обращаются к Путину вот с тем письмом, которое мне почему-то прислали на подпись. Понимаете, хотя я, так сказать, никуда не собираюсь и живу. Клюшин объясни, уже, чего это? Клюшин, уже объясни. Все, классика. Сейчас, миланчик, погоди, послушайте, мне что-то мешает. Значит, короче говоря, там написано, что ученые за рубежом, я там посчитал, стран 20, по крайней мере. Это Штаты, Канада, Израиль, Австралия, ну и так далее, и так далее. Обеспокоены состоянием науки в России. И просит нашего дорогого президента, это тогда еще было, значит, господин Путина, поспособствовать развитию науки. Для этого что нужно? А, извините. Поспособствовать развитию науки. Для этого нужно первое, на первом месте, создать условия достойные условия для проживания вот ученых в России. Потому что, ну, не создано. Второе, создать программу работы по основным направлениям. Значит, ну, уже со всеми обоснованиями там и так далее. И в частности, в первую очередь надо запустить коллайдер. В первую очередь. Вот, на первом месте. Больше там, правда, ничего не сказано по программе. Вот, я получил это письмо и написал ответ. Что, вы знаете, что в 18-м году, 1900, было у нас два ученых. Тимирязев Клементий Аркадьевич, ведущий ботаник, и Павлов Иван Петрович, ведущий физиолог, лауреат Нобелевска перемежа, они и много раз предлагали выехать за рубеж. Они сказали, что с ними будет то же самое, что с России. И они никуда не поехали. А вы, голубчики, 180 патриотов, рванули за рубеж при первой же, так сказать, неурядице здесь. А теперь, когда вам объяснили, что там вы не нужны никому, у них своих таких хватает, то теперь вы хотите сюда, но на условиях, чтобы вам здесь жилось хорошо. Поэтому, никто вам нечего, возвращайтесь, никто вам ничего создавать не будет. Еще попросите сюда, чтобы вас пустили. Ну, и в таком духе, значит, все письмо. Получил ответ. Отечественного комитета, что, значит, вы разве не понимаете, что ученые должны ездить друг к другу, обмениваться опытом? Я ответил, понимаю, но только не тогда, когда матери плохо. Они рванули тогда, когда в России и услугивили научный кризис своим отъездом. Вот и что. Шкурники. Понимаете? И у нас сейчас, к сожалению, среди интеллигенции шкурников развелось очень много. Особенно среди гуманитарных. Понимаете, стыдно, но это так. Ну, извините, товарищ, так сказать, несколько неинтеллигентный. Ну, и здесь дальше описывается, все оптические явления можно интерпретировать. В общем, короче говоря, нет ни одного явления, которое нельзя было бы интерпретировать с позиции эфиродинамики. Ну, двух словах скажу. Следующее. Оказал, извините, оказалось возможным рассчитать все параметры эфира на основах обыкновенной газовой динамики. Если на всех уровнях действуют одни и те же физические законы, то мы получаем в руки мощнейший аппарат для расчета любых эфиродинамических явлений, а именно газовую динамику. Газовая динамика так более-менее оформилась только во второй половине 20-го столетия. До этого не было. К этому же времени были получены элементарные частицы и стало ясно, что все они состоят из одного и того же строительного материала. Это дало в руки возможность применить газовую динамику и рассчитать все. Вот результат сейчас вот эти пятитомник. Перед этим были отдельные книги, а сейчас вот я все собрал в одну кучу. Вот, значит, и появились возможности предсказания и проверки новых явлений. Ну, например, у нас много геопатогенных зон. По эфиродинамике это поток эфира, который идет снизу вверх, его можно поймать, и мы это делаем. Но, правда, еще не такой аппарат, чтобы можно было запускать в производство. Но на макетном уровне все оборудование. Лазерный луч начинает отклоняться как консольная балка под действием эфирного ветра, эфирных потоков. Понимаете, какая штука? Здесь ставится два диода так, два диода так. Хорошо. Вот два диода так, два диода так, и на стрелке мы все это дело видим. Даже не обязательно с рамками бегать. Я обнаружил, что любое высокочастотное поле и особенно разрядники сопровождаются еще одним полем абсолютно неизвестным науке. Оно, я его назвал условно-патогенным полем. надо как-то назвать. Вот если вы возьмете над обыкновенной электропечкой, встанете с рамками и дадите команду включить ее, включают, через примерно 10 секунд рамки начинают расходиться вот так. Вы выключаете печку, рамки остаются в таком положении, но через 10-20 секунд начинают расходиться. Это значит, что здесь висит какая-то энергетическая сущность, которая появляется после, она является следствием. Но это другое, потому что, во-первых, рамки не реагируют на электромагнитное поле, а во-вторых, значит, оно по времени сдвинуто. Такая, например, вещь. Понимаете, эфир, вот мы живем в воздухе, который имеет одну атмосферу, давление. Это 10 в пятой степени паскалей, или что то же самое тепловой энергии, 10 в пятой степени джоли на кубический метр. Этого достаточно для того, чтобы прокрутить там циклоны, смерчи, там и так далее. Это все за счет этой энергии. Эфир обладает энергией порядка 10 в 36, 10 в 37 степени джоли на кубический метр. И давление там соответствующее. Но все уравновешено. На сильном ягодном взаимодействии разность давления составляет 2 на 10 в 32 степени паскалей. Мы живем в океане энергии и по всему миру грыземся из-за нефти. Энергия есть в любой точке пространства в громадных количествах. Человечество тратит энергии 10 в 22 степени джоли в год. А здесь один кубометр это 10 в 37 степени джоли на кубометр. Использование энергии одного кубометра обеспечило бы человечество на миллиарды лет вперед. И никто не занимается. Тесла в последний момент испугался уничтожил все что можно потому что он понимал какие оружия могут быть на этом созданы. И сто лет никто не может повторить что сделал Тесла. Но сейчас уже начинаются подвижки. Капанадзе в Тбилиси построил макеты на 3 киловатта на 5 киловатт и в Турции на 100 киловатт. Меня пригласил на презентацию четвертого макета. Но я не поехал. Сказал что когда у вас не будет Саакашвили тогда я поеду. А пока я не хочу как русский шпион в грузинскую тюрьму. Сухари никто не принесет. Но в принципе это уже сделано. В интернете можно посмотреть. Я только что посмотрел одесские результаты. Значит кафедра не помню как называется у меня записано. Ребята сделали уже такую штуку и дают энергию. Но не догадались еще замкнуть обратную связь. Надо замыкать. Ну и так далее. И так далее. То есть у нас в двери стучатся новые технологии. государствами не собирается заниматься академией наук тем более. Вот так. Давайте вопросы. Он заключается в следующем. По моему мнению я сам имею патент и поэтому более-менее патент такой. Значит мои достижения отличаются от Капаназа тем что у него уже работает а у меня еще нет и неизвестных заработает. Причем Капаназа сказал что у Васуковского ничего не получится потому что он не знает чего-то я не знаю. Понимаете какая история. Но в принципе заключается в следующем. Вот откуда смерти берут энергию. Вот он крутится все сносит откуда взялась эта энергия. А очень просто. Значит это газовый вихрь. Наши газовики вот послушайте наши газовики до сих пор считают газ сжимаемой жидкостью. Абсолютно не обращая внимания на то что никакого отношения к жидкости это не имеет. И те явления которые есть в газовых структурах не отсутствуют в жидкости просто намертво. Почему? Вы сжимаете газ и уменьшаете расстояние теплового пробега молекул. А жидкости у Вас все молекулы друг с другом так же как в твердом теле. Поэтому коэффициент сжатия твердого тела и жидкости имеет один и тот же порядок. Ну вот значит когда у Вас крутится смерч это труба на поверхности которой уравновешенная центробежная сила внутреннее давление уравновешено внешним давлением. Но это газ и поэтому все что не соответствует улетает. И остается только то что внутри меньше чем там. Дальше простая арифметика я ее все вывел. Мы уже прошли впервые как это самое сжимает атмосфера это вихрь переводя свою тепловую энергию в обращение. Над каждым смерчем работает вся атмосфера Земли. Если вот так проинтегрировать дальше. Вот. И отсюда берут энергию. А эфир имеет плотность намного порядка не плотность а энергию намного порядка больше. Потому что амеры бегают со сверхсветовыми скоростями все посчитано. В книгах все есть. Ну вот. Единственное что я не довел до конца понятие вязкости. Потому что значит в экспериментах получены значения вязкости другие. И хотя чем у меня посчитаны. Но хотя экспериментах говорят ну ты же не понимаешь что у нас вот такие условия там и так далее. Ну пытаются как-то свести. Но это дополнительный вопрос. Владимир Владимирович вам не кажется что спор между верой и наукой нужно вынести вообще этот философский вопрос за пределы науки. Вы не считаете так? Я считаю что тут спорить нечего. Я сейчас спорю. Я не вижу зачем вообще тем более в научных так сказать сообществах этот вопрос поднимать даже. Понимаете? Не нужно. Когда я делал доклад в университете лет пять назад наверное в университете Харкерском аудитория громадная была забита все передо мной поставили условия что значит ты только не говори не трогай теорию относительности. Я тихо-тихо я сказал что ну господи пожалуйста но только пусть мне не задают вопроса. Ну вот аудитория значит рассказала всю эфиродинамику понимаете чтобы просто голопом по Европам это надо два часа. Ну вот а я прочитал 18 лекций по отдельным направлениям в политехническом музее 10 лет читал. Потом решили что хватит и выставили меня. Велик вмешался. Ну вот значит ну я не говорил ничего про теорию относительности уже дело близилось к концу. Какой-то умник поднялся и спросил что вы думаете о теории относительности? Ну я же честный человек я же сказал что если мне не будут задавать вопросы я сказал тихо спокойно и вежливо да ничего не надо делать закопать и вбить осиновый ком и аудитория взорвалась. Понимаете историю? Значит мало ли чего кто где наука штука такая что ей надо заниматься несмотря на а у нас хотят заниматься только благодаря так и бывает одни наук еще еще раз пожалуйста да да можно ли поле рассматривать как считать как особый вид материи? нет нельзя нет нельзя спасибо сейчас минуточку поле силовое поле есть несколько полей я думаю что далеко не всем поле мы знаем но в принципе значит это форма движения ну разряженного что ли эфира ну там где нет вещества потому что вещество имеет совсем другую плотность а поле значит это скажем у электрического поля форма такая это элементарно рассматривается понимаете достаточно несложно вот у вас электрон вот у вас электрон он имеет винтовое движение винтовое движение то есть он крутится вот так и крутится вот так ну вот вот у вас окружающий эфир выдувается вот сюда здесь он вписывается вот сюда ну кольцо вращает и все это крутится вот это силовая трубка Фарадеева силовая трубка электрического поля у магнитного поля просто идет вот такое движение но наверное структурировано это я не знаю то есть оно вот так состоит из таких атероидов но плотненько приближатых друг к другу гравитационное поле это термодивузионный процесс и когда к большому своему счастью я нашел вывод термодивузионного процесса в учебнике Тихонова и Самарского значит уравнение математической физики готовенькое понимаете то там осталось только заменить мощность тепловых источников на массу которая действительно пропорциональна я вывел впервые из физических соображений уравнения Ньютона но оказалось что там есть добавок о которой когда-то спорили то же самое философы добавок значит вот такой вот уравнение вот уравнение значит М первое М второе там Р квадрат ну на самом деле там вектор написано здесь же вот у вас силы но оно выводится но сюда добавляется некий член от РТ который содержит интеграл Гаусса а интеграл Гаусса напоминаю это вот такая штука вот так значит вот до сих пор мы практически имеем точника уровня Ньютона впервые выведены из физических соображений они как Ньютон собрал уравнение Кеплера и из них сделал это дело здесь есть физические соображения значит вот здесь мы будем менять единицу а вот здесь где-нибудь в районе Плутона который уже ведет себя как пасы на Солнце статьи такие были значит как будто бы Солнышко находится не в фокусе его орбиты я сейчас не помню ближе дальше не помню а дальше уже по всей видимости нету притяжения может быть вот здесь уже Плутон а там еще может быть какой-то есть но это не соизмеримо со межзвездными расстояниями там 4,3 световых года вот и это означает что Солнышко далеко не тянет и звезды друг к другу не притягиваются планеты к ним притягиваются а звезды нет закон Ньютона был назван из скромности конечно всемирным а он не всемирный что там происходит это другое дело потому что сегодня уже так сказать тоже не секретов больших что там происходит но тем не менее понимаете гравитационный парадокс ушел сразу не о чем разговаривать то есть это надуманный математический парадокс ну и так далее ну ты порядок вот расходи до Плутона ну Плутон это 39,6 порядок 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 с чего дальше спада начало спада так я и говорю что где-то где-то за Плутоном может быть там сильно за Плутоном я не знаю но то что он за Плутоном понимаете R это расстояние а T время существования вот этого источника то есть это миллиарды а здесь соответствующие миллионы у нас же астрономические это 149,6 миллиона километров ну вот ну да понимаешь то есть получается так что просто попытавшись вывести найти физический механизм пункт первый мы его нашли почему потому что все протоны как любые вихри имеют более холодную поверхность все вот в самолетах воздухозаборники обледеневают самолеты когда летят отобледеневают в чем дело температура понижается влага влага выседает ну вот значит я те самые вихри на входе воздухозаборника но я видел сам а на выхлопной струе лежал под углом 45 градусов понимаете это так интересно было вот значит поэтому значит сильные ядерные взаимодействия имеют элементарный совершенно механизм совершенно элементарный обыкновенный газодинамический механизм вот у вас один уклон второй уклон станет вот так вот здесь падение давления внеющее давление прижимает все вот эта разница этих давлений значит 2 на 10 32 степени паскалей разница подними еще ну вот я получил 37 ну где-то уже близко наверное наверное я дал книгах все первичные расчеты привел чтобы их можно было проверить любому потому что врага я неоднократно пока вот наконец все утряс ну вот поэтому сейчас говорю что вот вязкость я не довел до конца вязкость но стоял вопрос публиковать не публиковать чтобы пришли спаси последнюю пугольцу решил публиковать я первый опубликовался по эфиру в 74 году в академическом журнале советском между прочим статья она у меня дочь лежит я протоптал торпинку вот это моя заслуга торпинку протоптал а теперь как называется статья много понимаете и несут каждый свое количество теперь что я могу бы порекомендовать уважаемым эфирщикам эфир и динамика конкуренции не боится потому что в ней нет ни изобретения ни аксиома ни постула есть жесткая логика у газа оказалось 7 видов движений 3 диффузионных 2 поступательных 2 вращающих одно только движение отвечает за локализацию эфира уплотненным в виде благодаря пограничным условиям это тероидальное движение тероидальное движение когда мы говорим о протоне как об основной частице потому что все остальное производно от протона тогда ее отождествовать больше ни с чем вот только с этим поэтому докладываю что протон имеет форму тероида в сечении вот так но здесь вот так а здесь вот так вот так вот так почему здесь скорость большая и по инерции выходит сюда а дальше заворачивает обратно здесь скорость маленькая вот здесь а скорость надо куда-то здесь и поэтому она некому отдать и поэтому он начинает крутиться вот так и все частицы все вращаются все имеют спин а по форме внешней эта штука точная копия маковки православной церкви точнехонько хотите посмотреть как установлен партон на любую сверху только здесь надо помнить что вот здесь есть вот такая впадина а ее обычно не делают а здесь это все остальное повторяют сюда еще крест воткнули значит отсюда эфир вот так продувается выходит здесь он где-то структурируется и почти крест понимаете очень-очень похожа такая штука но это все требует исследований поэтому значит еще одну вещь так сказать хотел бы сказать что значит все эти религии церкви магии эзотерические надо изучать не охать и ахать что ах какие они там понимаете или наивные материалисты это надо изучать например церкви сейчас строят с нарушением всех законов церковных потому что в стенах не должно быть никаких металлических предметов церковь это эфиродинамические сооружения типа пирамиды а церковь строят на железобетоне понимаете вся штука она теряет так называемую благодать я проверил на чем стоит храм Христа Спасителя рамками проверил он стоит на гигантской геопатогенной зоне и не нехорошие большевики его разрушили они разрушили остатки надо смотреть фотографии не после взрыва а до взрыва там уже стояли все непонятно какие там строить нельзя ничего хотели построить этот самый дворец советов и отказались от этой затеи потому что я помню дискуссию которая вокруг этого дела шла место выгодное очень а строить нельзя и построили там бассейн Москва снизу вода сверху вода понимаете а тут Ельцин раздул кодила большевики такие сики ну вот может большевики и такие сики только не к этому вопросу понимаете конечно надо мы очень мало знаем я наверное знаю по эфиру на сегодняшний день больше других ну все таки 50 лет грохнул на это дело понимаете больше 50 лет написал массу книг вот еще раз говорю что вот есть я решил что пора сесть разумные добрые вещи вот здесь 62 книги но не только по эфиру и 41 статья ну кто хочет значит ради бога ну вот дядь здесь написал такие слова замечательные разрешается копировать и размножать и распространять целиком или частями без ограничений ради бога потому что я борис не за денежные знаки не столько за денежные знаки сколько за идеи пожалуйста на правах вашего собственника и еще и зренность я напоминаю вам о рекламе ой извините все это давно надо было сделать